Времена, когда тишина должна быть в библиотеке, в прошлом. Теперь это пространство для самых разных интерактивов. В обновленной столичной библиотеке имени Валентины Чаплиной прошел чемпионат настольных игр. Подробности в репортаже Марии Шоклевой. Эмоции. Их на чемпионате настольных игр очень много, ведь все хотят победить. Для этого нужно обойти 10 игровых столов и постараться обыграть соперников за каждым. На моей игре очень часто возникают споры, особенно когда приходят взрослые. Они начинают бороться за каждый шарик, шарик упал, они начинают его куда-то прятать, чтобы другой не смог собрать. У них какая-то мини-бойна между друг другом. Организаторами чемпионата стали педагоги и ученики медиа-центра «Куча Мала». Они и игры подбирали, и за порядком следили. Самое главное следить за тем, чтобы не жульничали, потому что некоторые хулиганят и кладут не те картинки. Мне казалось, что взрослые, они придут, они вот так как орешки будут щелкать мою игру. Игра такая, что у меня друг утюг, но карточек нужно отгадывать. И взрослые, и дети одинаковые примерно вопросы задают. И главное, если не получается, там проходит полминуты, они, ну все, тогда не буду, там друг какой-нибудь, да ладно, ладно, ты там в комнате. А, в комнате, ну ага, продолжаем, продолжаем. Настольные игры – это еще и хорошая тренировка внимания, памяти, скорости, реакции. Настольные игры сближают людей, они помогают найти общие интересы, учат быть дружными. А еще лучше проигрывать. Победителем чемпионата стала Арина Столбова. Она собрала шесть победных баллов ленточек из десяти возможных. Девочка просто заглянула в библиотеку за книжкой, а домой вернулась еще и с подарками от объединения библиотек города Чебоксары. Мария Шоклева, Даниил Сергеев, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова